Сегодня я хочу рассказать о человеке, которому, казалось бы, сама судьба помогла сделать выбор в жизни. Знакомьтесь, актриса Казанского театра юного зрителя Алсу Густава. Я училась в школе, у нас была театральная студия при школе номер 103 города Казани. У нас был прекрасный педагог Инна Олеговна Рохлина. Она бывшая актриса Качаловского театра, и вот она с нами с детьми занималась. И у нас было несколько человек, ее учеников, и большая часть из них стали артистами. Поступив в театральное училище, Алсу поняла, что попала в мир, который завораживал и раскрывал новые грани жизни, доселе неведомые. Это ощущение такое, как будто тебя вскрывают заново, ты рождаешься заново, оставаясь самой собой, но в тебя открывает что-то такое, чего ты совсем не знал и не понимал. К тебе такое удивительное отношение бережное, всех педагогов, мы были с ними все наравне. То есть к тебе не относились так, как будто ты маленький человек, к тебе относились, взращивали из тебя звезду, взращивали из тебя артиста, человека другой формации, скажем так. В училище Алсу познакомилась с Павлом Густавым. Он стал человеком, с которым она решила разделить не только свою актерскую, но и женскую судьбу. Они работают в одном театре, воспитывают двоих сыновей. Муж – ее опора и поддержка, призналась Алсу. Мой муж меня везде может заменить. Если я не успеваю, он может приготовить, кушать. Если я не успеваю, он может убраться. Если мне нужно, он может и погладить белье, и помыть посуду, и все это может сделать. И для меня это большое счастье, что человек меня понимает. Он по моему любому взгляду может понять, что-то было не так. Работа с Фаридом Бекчентаевым открыла нашей героине новые перспективы в творчестве. Я совершенно случайно попала в Дон Жуана Мольера, получила главную роль. Почему-то он выбрал меня, для меня это загадка до сих пор. И вот с этой роли, не знаю, насколько я там справилась, не справилась, говорить мне сложно. За это, наверное, ответят мои партнеры, сам Фарид Равкадыч. И после этого ко мне вот подходили и говорили, тогда был художественным руководителем нашего театра Фегин Владимир Ароныч. И он мне после этого спектакля сказал, Алсу, я ничуть не жалею, что тебя взял в театр. Ну, отступился человек, ну что ж, ему теперь одна сюда не поможет, что ли? Прогнай. Прогнай. На, смотри на работу. Помнишь? Пьеса «Любовь людей» в постановке Туфана и Мамуддинова стала явлением во всем театральном мире. Туфан Рифович – это явление. То, что он делает, это явление. Это могут многие не принять. Но это очень талантливая вещь. И не понимать этого невозможно. И то, что произошло со всеми артистами, которые внутри этого спектакля существуют, во-первых, мы все друзья. И то, что мы друг друга так поддерживали, то, что каждый из нас друг друга плечом подпирал, и то, что мы все являемся не только участниками этого спектакля как артисты, а мы еще создатели этого спектакля вместе с Туфаном Рифовичем. И это, конечно, понимаете, переворачивает очень многое. И в твоем сознании, и в сознании того, что ты, как артист, можешь многое. Ты можешь многое рассказать. Ты можешь нести определенную энергию и определенное знание. И передавать это людям, которые сидят в зале. Это, конечно, дорогого стоит. Утверждает, что женщина должна получать удовольствие от всего, что происходит в ее жизни. Алсу этому подтверждение. Я люблю свою жизнь, я люблю своих детей, я люблю свою семью, своих родителей. Я очень благодарна Богу за то, что у меня все так складывается. Благодарна моим педагогам за то, что они меня научили всему. Благодарна моим партнерам за то, что они меня так поддерживают, уважают, любят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова